всем большой привет итак видео парфюмерное какие ароматы я носила последние две недели в октябре значит на мне сегодня тени я обещала показать вчера на мне сегодня тени революшн вот те первые которые я купила я их нанесла на базу и в общем то очень даже сносно все как мне кажется выглядит я сегодня наносила такой кирпичный рыженький цвет вот такой зеленый вот их два и немного слегка вот буквально вот этот зеленый шиммер сверху но он не сильно виден и он знаете такие ну крупновасые такие блестки это конечно не спаркл ну в общем в общем ничего правда же на базу в разы лучше конечно же смотрятся эти тени итак давайте приступим к ароматам какие ароматы я носила последние две недели октября какие не носила давайте так сначала в общем я выставила себе в использовании от арифлейм сублим натур тонко бим много даже пылью знаете покрылся аромат вот знаете люблю его очень-очень и даже думала почему я профукала тот момент когда его выводили и надо было запастись но по факту вот как-то знаете наверное новинки или что не знаю но в общем не воспользовалась бобы тонко сладкий такой согревающий обволакивающий но и плюс здесь есть такой знаете аккорд ну практически морской бриз а какая-то такая свежесть которая обычно в мужской парфюмерии но в общем так он интересный мне кстати пишут комментарии буду ли я покупать ароматы новые которые выходят на тестирование в арифлейм вот я писала конечно же ответ что ну я не планирую я краем глаза смотрела что-то там вышло похожее на бакару руж вот и значит что я не планирую и вроде как ценник завышен сказали ну в общем я не вдавалась подробности я знаете наверное открыла нечаянно видео и закрыла и вот за три секунды то что я услышала то есть я даже не интересуюсь этой парфюмерии последнее время я наверное год может быть практически год вообще не покупаю не листаю каталоги поэтому специально для обзора я естественно не буду тратить свои деньги а я написала что две триста ну как бы для обзора купить две триста да и ну как бы я покупаю то что я хочу купить вообще последнее время я не брала в подборку арифлейм я не хочу сказать что это плохая парфюмерия но почему-то моя рука сейчас не тянется такое бывает потом наверное я начну скуплять все что я там не купила до этого но пока так пока крифлейм как-то я и не то чтобы равнодушно но не как видите нет желания носить нет желания покупать следующий аромат это уссок рейшин под номером 103 это аналог здесь даже понимаете целых 100 миллилитров это исти лаудер модерн юс по моему и вот как-то тоже вот он мне не зашел вообще уссок рейшин я так понимаю это абсолютно не моя аналоговая фирма для меня это ну далеко не шейк так скажем да и в общем я поставила в использовании на ну что там белые цветы да в общем то он только лишь цветочный аромат никаких фруктовых нот я не слышу вот цветы я думаю ну протестирую еще раз аромат на наверное ну практически полгода у меня может быть он уже настоялся может он как-то поменял свое звучание но рука не потянулась и что с этой соткой делать я мало себе представляю еще в использовании я ставила такую тридцаточку это кассандра туалетная вода очень очень приторно сладко там мне кажется и какао и шоколад и мед и но огроменная просто пирамида когда я ее купила эту кассандру сначала я думала что это ну какое-то такое полу полупрозрачное разбавленное это не то что было у нас в двухтысячных до в начале но потом аромат настоялся нет это тот же самый аромат он прекрасен у меня его мама в свое время покупала и мы с девчонками все толпой когда ходили на дискотеку им пользовались в общем купила вот так по ностальгировать но я решила что надо добить хотя практически мне пользовалась этот аромат у меня в парфюмерном таком project pen состоит вот я его поставила на использование но не пользовалась ни разу еще чем я не пользовалась в последние две недели со эликсир миниатюр очка у меня ты в раше первые две недели октября я пользовалась а вот вторые две недели уже почему-то рука не потянулась хотя аромат прекрасный почульный цветочные роза заявлено которую я не слышу яркий громкий шлейфовый женственный дорогой не такой знаете но мне кажется не для девочки не для молоденькой но и он в принципе не очень возрастной в общем классный но вот первые две недели пользовалась вторые уже все просто простоял еще чем я не пользовалась уже несколько раз может быть один раз вот я знаете здесь затрудняюсь если даже я его на себя нанесла один раз то я не помню этого а значит смирайс black эйвен туалетная вода наверное надо добить в общем-то до конца года и пускай это будет пустышка ну вот вроде и нравится вроде бы он и сладковатый и осенний зимний и какая-то нотка элегантности даже есть опять же вот эта мужская прохладная но здесь даже знаете на не прохладная такая мужская фужерная нотка нечто мыльная даже но аромат все-таки такой сладковатый на прохладное время года но я не помню возможно один раз им воспользовалась но больше рука не тянется тоже вот просто один или два раза я воспользовалась артистик парфюмерс ирис фетиш ирис фетиш я хочу в полной версии потому что это сладко это вкусненько это немного конфет ненько но при этом это не молодежный такой знаете прям ну девичий девчачий аромат все-таки он немного посерьезнее но он просто потрясающий вкусный сладкий обожаю я думаю что не знаю вот почему-то по всей видимости с миниатюрок у меня сильно рука не тянется пользоваться потому что аромат то мне нравится я хочу его в полной версии а вот с миниатюрки особо не пользовалась вот тоже один-два раза знаете и все хорошенький хочу полную версию и так теперь давайте поговорим про ароматы которыми я часто пользовалась это эйван лакими это тот парфюм который я сначала долго не могла понять не могла раскусить он на мне не раскрывался он куда-то исчезал но он настоялся и мне в комментариях тоже девчонки писали что попробуй он крутой он невероятно классный он стал шлифить он очень яркий он стойкий на волосах сутки точно он знаете он не сильно сладкий он не сильно какой-то такой приторный он вроде как и полупрозрачники он немного припудренный такое цветочная пыльца пудрочка немного сладости но это не про конфеты это не про пролины то есть ну не вот такая прям сладость липкая да в какой-то момент я понимаю что наверное он даже немного с какой-то свежинкой что ли но шлиф просто потрясающе мне кажется надо запастись вот прям знаете какое-то открытие сначала купила вообще его не оценила не до оценила а теперь я понимаю что прям ну супер-супер пользовалась очень очень часто следующий аромат которым я пользовалась очень и очень часто это жасмин это новая линейка локал ничо мне очень нравятся вот эти деревянные крышечки просто вообще восторг это аромат жасмин я и вчера в нем была то есть этот аромат идет уже на ноябрь месяц завтра буду снимать подборку чем собираюсь пользоваться но вот этот аромат на мне и вот третьего числа уже был и второго по моему тоже в общем обожаем пользоваться это белые цветы это жасмин такой мягкий нежный и плюс конечно ощущается конжут и знаете он все ярче ярче ощущается вот чем дольше он стоит он настаивается это невозможная красота он не слишком яркий через три часа такое ощущение что вроде как он уже практически исчез но шлейф все равно я себя ловлю и он очень интересный вот этот вот кунжутик в общем обожаемый мной аромат аромат часто использую дома такой знаете аромат на повседневку для себя просто потрясающий еще один аромат который очень часто я использовала это это же линейка local nature это аромат almond вот так называется почему часто потому что пыталась раскусить вроде как он очень яркий очень такой позитивный крикливый даже но я его на себе не слышу буквально через полтора-два часа вот я не могу понять как так-то сначала я думала что это какие-то цитрусы нет знаете это нечто это какая-то зелень даже с какой-то терпкостью ну в общем он настолько яркий аромат там заявлены ноты которых я совершенно не ощущаю вот для меня это нечто такое терпко перечное с зеленью с как будто бы даже цитрусы но то есть вот он настолько сочный и яркий аромат но увы я его не слышу через буквально полтора часа не буду брать в использование на ноябрь пуска отстаивается не буду тратить зря его до вдруг он настоится и будет меня радовать и наконец-то покажет мне миндальное молоко то что там именно заявлено еще пользовалась конечно новинкой local это лаванда лаванда потрясающая лаванда шикарно аромат чистоты аромат очень красивый аромат свежий аромат немного не то чтобы мыльная вот прям чистота чистота аромат с зеленым яблоком для меня хотя заявлен именно яблоневый цвет красивый красивый чистый стойкий потрясающий мне очень он понравился но пока тоже знаете буду отставлять не буду пользоваться в ноябре ну в общем потом потом расскажу еще я пользовалась конечно же моя любимая мелодия это снятый аромат это компания faberlic очень очень люблю обожаю потрясающий вообще флакон просто шикарный клубника банан груша магнолия яркий сладкий вот здесь тоже знаете нужна дозировка потому что он может даже задушить то есть он прям очень сладкий но если два пшика ну максимум три особенно если час уже прошел это просто невероятная вкуснотища это такая вот конфетка обожаю при обожаю у меня есть конечно же запас поэтому вот этот остаточек я тоже планирую но не то чтобы как специально но если закончу до конца года то закончу может быть на следующий год закончен в общем в прохладное время года до люблю обожаю пользовалась конечно через через достала через эйван моя парфюмерная я у меня только лишь в 30 миллилитрах я всегда стараюсь покупать через в 30 очках мне кажется что в запасах у меня больше нет надо посмотреть и надо запастись хотя бы один флакон а лучше два купить себе в запасы очень люблю для меня это вот все таки это мое парфюмерная я что тут не говори знаете вроде бы как например много каких ароматов я могу отнести к своему парфюмерному я да такая моя ароматная подпись может быть на тот же например на трусарди дона парфюмерной воде это тоже мягко это сливочная это с персиком это с цитрусами это очень красиво но здесь есть какая-то стервозная нотка и и немного но вот в минимальной концентрации она здесь есть и все таки мне кажется вот он больше для меня подходит он шикарен здесь есть немножечко немножечко перчености здесь есть вишневый цвет в общем он настолько красивый он конечно же цветочный он мягкий вот есть в нем вот этой обволакивающая какая-то нота мягкость окутывающая и вот и перчика добавили да вот что-то такое сексуально стервозная и при этом его можно и на каждый день потому что это не через чур ну и характер в нем есть классный в общем надо мне запастись вечерами использовала иногда pondor от компании faberlic это такая сладкая-сладкая парфюмерная вода это абрикосы и в общем-то варенье абрикосовая с добавлением молока знаете раньше я вообще его не могла пользоваться им особенно на улицу потому что ну вы просто пахнете какими-то абрикосами каким-то вареньем но сейчас я вроде бы как под привыкла и к нему что ли да ну хотя бы дома я нет нет могу им пользоваться это очень-очень сладенько вы знаете в общем то аромат у меня наверно года три-четыре ну вот так пока только израсходовала возможно зимой я попробую его выгулять даже куда-то на улицу посмотрю как он открывается для многих здесь красивые цветы для меня их нет ну вот сейчас они только начинают знаете появляться там спустя четыре года но их крайне мало я бы хотела немного побольше цветов тогда бы это было но мне кажется более парфюмерно а сейчас это какой-то такой фруктовый сладкий переслащенный мист для тела дальше чем я пользовалась новинка little black dress the dress интересный аромат в общем носила любила шлейфовый молекулярный аромат резкий немного цветочный сандаловый такой знаете прям на выход хотя и на каждый день я вполне ношу его ну женственный но вот резкая нота все-таки знаете такой он но не слишком прям такая вот няшная да парфюмерная вода но я думаю что он похож в принципе на все на little black dress он похож на такое знаете в духе эйван но в общем ничего такого супер классного я не нашла но то что здесь есть молекула какая-то молекула по морозу по моему но в общем заявлено что это роза и пион но иногда эта молекула может открываться сухофруктами почему-то еще плюс и иногда она звучит очень тяжело не сухофруктами каким-то таким тяжелым чем-то резким для кого-то даже может быть неприятным но в общем уже например моему не понравился этот аромат он сказал что он резкий но мне нравится мне нравится очень шлейф очень очень длинный шлейф но в общем молекулярный так скажем да поэтому конечно же он шлейфовый следующий аромат кстати который я частенько носила это фаберлик юдашкин голд вот такой красивый голд это для меня пудра пудра восьмидесятых пудра девяностых в общем старинная пудра это только лишь конечно цветочный аромат но он максимально пудровый это все цветы которые могут вообще олицетворять пудру собрали в один флакон очень яркий очень стойкий просто грандиозно громкий как я в каком-то видео говорила умри все живое просто недавно мне написали комментарий под каким-то старым видео что рассмешила умри все живое это действительно так я раньше его использовала в основном дома один пшик и так знаете насладиться да ну могла куда-нибудь например нанести я помню по моему весной я наносила его на стройку а вот и мы ездили с мужем шлейф стойкость ну больше двух дней очень яркий аромат но в этот раз я его использовала и дома и по моему даже куда-то я с ним выезжала но дома прям часто я прям дня 4 его ежедневно носила вечером дома один ну может быть два пшика ну то есть прям так ярко прям я наслаждалась классный часто очень носила конечно же шакира рок это новинка моя которую я буквально купила в магнит косметик недавно мне нравится флакон мне нравится звучание белые цветы ну как мне кажется манга немного возможно каких-то зеленых ноток немного цитрусов аромат не слишком сладкий его он такой средний он как бы не свежие не сладкий да вот такой на повседневку потрясающе часто носила он очень позитивный он очень динамичный он очень очень классный люблю белые цветы люблю белые цветы именно все таки когда они уходят в такую мягкую нежную составляющую таким добавлением медовых оттенков и плюс вот эти вот сладкие если есть фрукты просто обожаю прям любимица носила конечно же новинку октября месяца шейк под номером 205 это андромеда в первые две недели носила вообще часто во вторые две недели октября носила ну уже не так часто но знаете это очень стойко и когда я надеваю какой-нибудь халат который знаете бывает там раз накинула и все и неделю он лежит или какая-то футболка бывает такое то я чувствовал этот аромат на себе и мне дома да и мне не приходилось его на себя заново обновлять наносить потому что он все еще был на мне поэтому можно сказать что я в этом аромате тоже была наносила его на себя не наносила но я в нем была в любом случае поэтому показываю шейк очень люблю в общем прям ой ну мускус очень ядреный очень плотный такой он телесно-пудровый мускус с вот кожаные оттенки понимаете да вот есть кожа кожа это отдельно а тело вроде как это же тоже кожа но там немного другой другое звучание и вот это звучание есть все таки в этом аромате от шейк андромеда и очень много фруктов но еще больше прям в разы не за там раз в пять больше все таки этого мускуса в общем такой интересный парфюм и последние два аромата покажу которые у меня закончились эта компания faberlic первый аромат который у меня закончился это 15 миллилитров феста девито это мне кажется 3 или 4 уже флакончик в 15 миллилитрах а именно феста девито люблю обожаю полная версия есть есть тридцаточка так что зимой мне будет что носить я люблю этот аромат все-таки носить более прохладное время года это для меня такой мыльный пион очень очень люблю именно прям мыло прям знаете даже не то чтобы мыло пена для ванны прям чистота вот это вот женственность нежность классный летом он абсолютно теряется зимой он приобретает звонкий тонкий очень длинный красивый шлейф когда я снимала пустые баночки естественно я не показала этот флакончик потому что он очень очень маленький он мне просто затерялся но я снимала пустые баночки мне кажется где-то 28 октября но до 31 октября я еще умудрилась закончить донна филичи от faberlic тоже такая миниатюрка 15 миллилитров знаете аромат заявлен как цитрусовый но для меня это древесный аромат на это то дерево на котором растут цитрусы то есть цитрусов здесь для меня крайне мало они не сочные они не яркие это не те цитрусы которые я люблю но в общем использовала использовала так что две пустышки в добавления да как видео про пустышки в общем идут у меня на хранение до конца года осталось совсем немного и в общем будем подсчитывать сколько закончила и какие ароматы в каких объемах в общем две пустышки если у меня еще такие миниатюрки от faberlic мне кажется нет у меня остались 30 а 30 у меня наверное 5 или 6 штук так что вот эти все я допила убираю потом будем пересчитывать греметь пустыми флаконами на этом все больше я никакие ароматы не выгуливала во вторую половину октября месяца спасибо огромное за просмотр до новых встреч пока пока ээээ эээ